welcome welcome дорогие друзья добрый день добрый утро или добрый вечер зависимости от того когда вы смотрите данное видео изменение обновлений 12.16 вышло уже вышла вчера ночью вчера вечером я не записал видео потому что занимался по своему проекту ван леван ждите в пятницу выхода демо если чего не произойдет плохого а против что может произойти плохое то steam может что-то там увидеть и сказать что нет потому что мы-то со своей стороны уже все сделали отправили им на вебке странный висит ща ребят все поправим с первого раза всегда записывались продолжу записывать ладно это я хочу сказать то что ван лом выйдет обязательно закиньте игру в ад вишлист это список желаемого в стиме это таким образом повысит мои шансы распродаться когда эта игра будет выходить пока это абсолютно все бесплатно и демо тоже будет абсолютно бесплатно как это обычно у многих разработчиков и бывает в моей игре тоже такое будет ссылочка будет внизу а в комментариях закреплена ну а что у нас поэтому патчу я честно глянул патч великолепный я вообще в шоке с того что райты умеют делать хорошие патчи начнем с того что то что они нам показали неделю назад половину они убрали вторую половину просто добавили вообще добавили того чего не было даже в списке и это крайне приятно но кроме а диана диана изменения они все же задумали adjustment так называемые и adjustment они сделали то есть это когда одно заклинание ослабляет другое усиливает ну потому что им не нравится что диана играет full танка убивает всех подряд ну что ж поехали дать по порядку по чемпион во первых у нас выходит у дир у дир реворкнутый и возможно из-за этого этот патч не включает себя больших каких-то крупных изменений а включая только те изменения которые я уверен все должны будут заработать но это просто заранее вам говорю ну что ж у диры обзор умения мы уже делали биографию его мы тоже читали трейлер мы смотрели в общем-то осталось только самому сесть да поиграть сегодня если не будет никаких форс-мажоров то вечером буду стримить и на ру сервере или там может быть даже на европе поиграю за удира посмотрим какой он теперь у нас чемпион кейтлин кейтлин решили райты усилить потому что она слишком слаба как а д керри и надо было что-то и добавить и что же они добавили думаете плюс 3 а д нет и конец райты догадались что надо хвататься за другие совершенно показатели поэтому они процентный урон в зависимости от уровня увеличивают на ее пассивку и процентный урон в зависимости от ее крита увеличивают на ее эрку этот показатель ребят райты тестировали в 2000 еще двадцатом получается году до 10 сезоне и это очень хорошо помню тогда было 50 процентов максимальный прирост а тоже в зависимости от левел от 0 до 50 процентов и люди там показывали как через ульту можно было убивать всех подряд там она нанося по 800 по 900 урона но райты тогда это убрали с пбе но вот нашли теперь другое и применение много лет спустя 25 процентов на максимальном уровне о то есть чем больше у тебя критического удара тем выше будет урон вот здесь вот набираться на и ульту что в общем-то хорошо и дает кейтлин возможность свою литой работать а вот и диана та самая у которой ослабили ее пассивку то есть ее третью авто атаку ослабили довольно критично ослабили на 16 уровне будет минус 40 урона с авто атаки довольно много а так по цифрам 20 250 превратилась в 20 220 ну и там прирост еще от силы умений тоже был уменьшен что касается лунного рывка это ее ешка здесь райты как раз таки добавили плюс 5 процентов от силы умений урона таким образом считая что если вы будете играть вы видите power вы нивелируете вот эти 40 потери дэмэджа с одной стороны они правы с другой стороны они ограничивают нас теперь только билдом странно но посмотрим как это будет работать дрейвен у него уменьшили вращающийся топор то есть его кушку на 5 дэмэджа но кто-то скажет 5 дэмэдж это ерунда да если бы у нас не было двух топоров соответственно с двух топоров это 10 а еще не забывайте что это и есть по сути ваша авто атака то есть дрейвен он лишился по сути метчика за 350 золота 10 а д для каждой своей авто атаки на протяжении вот лейник фазы но не знаю посмотрим насколько это сильно ударит его винрит и не думаю что минус там полтора процента но минус пол процента уж точно должно прилететь еще самое интересное начинается и реле и реле вообще мертвый чемпион ее не просто не играет не в сулоку не играет и райты решили немножечко ее усилить но усилить ее против именно магов сопротивление магическому дэмэджу с 28 повысили до 30 и прирост брони увеличили на 9 но только к 18 уровню в начале игры это будет всего лишь на втором уровне единичка но она будет расти 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 с каждым левелом и в конце плюс девяточку получит у нас и реле ну и раз реле у нас становится королевой то ее чемпион которого она должна вроде как побеждать на линии джейсу тоже нужно дать усиление и райты джейсу тоже дают усиление и возможно это пач немножко в сторону кореи направлены потому что помимо что этот патч точно будет использоваться на чемпионате мира но там еще два патча плюс добавится то есть какие-то изменения точно будут уже на чемпионате мира так вот джейсу добавили довольно много 255 было урона с его кушки теперь будет 280 скеллица точно также как бы снова летали джейс не вернулся в игру потому что эти кушки по 800 урона на всю команду это довольно неприятная тема и его ешка тоже была усилена здесь два процента по максимальному здоровью цели чтобы он мог побеждать еще и танков таких как гнар потому что гнар сейчас слишком часто тусит наверху на позиции топ-лей кайса а это уже направлены скорее на китайцы потому что китайцев в основном все кайса мейнеры были адекере но кайса сейчас мертвый чемпион и райты очень большое усиление делать я думаю она станет королевой этого патча базовый урон при попадании был увеличен с 4 16 до 5 23 это почти 40 процентов прибавки и помимо этого дополнительная едкость плазмы и и будет раньше от 1 до 8 в зависимости от уровня теперь от 1 до 12 еще добавочного урона суммарно это почти на 40 процентов вот я говорю вторая кожа и и было усилено помимо этого дождь икатии я всегда смеюсь этого названия был увеличен прирост от силы умений на 5 процентов это не особо важно но вот важно то что ее эрка который дает ей щит щит был усилен раньше было 70 90 110 теперь будет 70 90 110 но прирост где тут был 90 процентов превратился в 120 процентов от силы умений то есть райты намекают гибридную кайсу делать либо билити пауэрную кайсу делать с нашу ртусу ну такая старая кайса где-то 11 сезона как раз на чемпионате мира на такой кстати игралась малфит помню мы с вами что малфит прямая контракта рели прямая контракт джейсона так как джейса и и рели усилили пришло что-то делать резко с малфитом иначе он единственная линия где может себя чувствовать хорошо это и не сможет играть поэтому райты его усиливают и дает ему пассивку откат на 2 секунды раньше это его гранитный щит вот который у него появляется и удар грома это его w откат тоже уменьшает на 2 секунды раньше было 12 секунд на всех уровнях теперь если вы максите вашу усиленную автоатаку то она будет 10 секунд на замакшивание но это не особо важно главное что этот щит теперь будет откатываться гораздо чаще в начале игры две секунды не знаю сколько сильно это повлияет на игру против джейса и рели но таков план такой путь у райтов но честно вот это вот немножко сомнительный я думаю против них надо было просто чуть-чуть увеличить ему количество здоровья этого было бы вполне достаточно ну ладно папе а терроризирует весь она лес на просто не поэтому райт только лес у нее нарфит ослабляет и фактический урон по миньонам и монстрам на 20 единиц ограничение распространяется на изначальное применение и на взрыв то есть того получается на 40 урона они ослабляют дэмэдж ее кушки чтобы она не могла быстро фармит лес чтобы она не могла быть наравне с другими лесниками выгоняет ли это ее из леса думаю нет но по крайней мере надо будет думать уже либо ты играешь с фейзраж билдом то есть через синюю ветку играешь и тогда ты медленно фармишь лес но все еще дико мобильных тимфайтах либо ты играешь там красную с хищником ну или ту же самую желтую в танковость попе и тут ты уже спокойно фармишь лес но не такой опасный для тимфайтов это посмотрим как будут теперь люди на это реагировать 300 на очень незначительный баф и дополнительная скорость атаки на и кушке была увеличена на 15 процентов звучит вроде круто на такая наговоря 15 процентов это меньше даже обычного меча это сколько получается где-то 300 золота да на 300 золота усилили ее конкретно кушку то есть это не постоянно это же не пассивка ее надо нажимать то есть где-то усиление чемпиона на 150 золота произошло если сравнить с тем же самым джейсом или с кайсой кайса там чуть ли не на тысячу золота эффективность ее стала выше а у триста на вот такое но все равно триста не позаботились потому что триста на скейтлин как-то должны в тандеме идти ну и с кайса в общем то тоже триста на доминаторной линии когда вы так много даете фактических денег до кайси то надо как-то и триста ну полюбить и мы переходим к грустняшкам юми была ослаблена грустняшки это имеется ввиду для всех на дуа ботеров юми была ослаблена причем довольно сильно именно ability power на юми у нее скорость от передвижения все еще дается та же самая с ешки как и была те же 20 процентов но вот прирост за каждые 100 ability power теперь будет не 6 процентов от 22 процента всего лишь и откат этого заклинания стал дольше ешка была очень сильно поломана виду того что она использовалась только для усиления лесников которые так уже дико сильные только для усиления за ли которые так уже дико сильная и это абсолютно правильно я считаю что давно пора было это сделать особенно мне не нравилось то что у юми были какие-то приросты от ability power извините она не маг не волшебник если вы хотите ей давать какие-то приросты то у нее должно быть что-то по типу там от кдр от усиление хила чтобы этот хил был еще сильнее пусть больше хила будет собрано вот как-то так а когда вы делаете от ability power мы с вами видели даже на чемпионатах юми тупо шла в лудон стэмпест чтобы получать больше ability power of суммарно там через три предмета вот как-то так зари она и так убита откровенно говоря если мы глянем на ее винрейт салуку то у нее там сейчас уровень и сорока семи процентов винрейта будет убита еще больше потому что ей ослабляет ее кушку и если с кушкой там ерунда минус всего пять процентов от прироста атаки процент просто атаки то вот ее w за счет которой в салуку как-то еще могла играться зари потому что других вариантов не было там люди не умеют память кушка люди не умеют играть мобильными чемпионами не на каком из л а то что и тупо можно зафокусить то вот w уничтожив они уничтожили полностью чемпионы я думаю это будет как раз таки минус там чуть ли не три процента винрейта смотрите что они сделали раньше импульсный огонь когда вы попадали им через стенку в соперник вы могли нанести в конце игры там под 1000 урона но единственно что было неприятно то что вы могли еще под тысячи урона по нескольким чемпионам нанести замедлить их теперь урон остался прежний 20 160 20 160 но от силы атаки раньше было 130 процентов бонуса теперь будет всего лишь 100 процентов бонуса минус 30 процентов но помимо этого еще отобрали от силы умений бонусы на 60 процентов до 40 опустили того получается что это заклинание ослабили почти на 50 процентов то есть если раньше вы наносили тысячу то теперь вы будете носить всего лишь 500 урона звучит неплохо я смотря про сцену видя как иногда она не давала просто даже танком заходить на реку или там сражаться за какой-то объект потому что она просто выбивала их свои даблью из этих точек осадных или точек защитных я согласен что это надо нервить но нужно было найти какой-то другой способ не нервить именно заклинание дэмэдж а надо было нервить заклинание точность что-то в этом роде может быть кулдаун увеличить может быть сделать ту же самую историю как было у кайсы ты попал заклинанием у тебя идет откат заклинания не попал заклинанием извините ждите 28 секунд и это было бы абсолютно логично и нормально потому что тогда скилловый игрок будет попадать только что-то она постоянно люди будет попадать на про сцене тоже не попадают ребята вы забываете что вы смотрите только одну сторону на про сцене есть люди которые хорошо попадают заклинаниями но на про сцене есть люди которые хорошо уворачиваются заклинаний поэтому там было бы то на то а теперь они фактически просто сказали зале больше не играем все конец зале но и я не верю что кто-то сейчас рискнет и пойдет играть зале на про сцене в этом патче 12.16 скорее всего мы ее больше не увидим до конца года кто-то будет счастлив а кто-то скажет что за херня это что за чемпион такой у нас получился значит будем наблюдать на постоянных кейтлин снова кайсу тристану и дрейвена но там еще нила есть нила кстати динает всех их она реально динает всех и кроме кайсы потому что они все это автоатак строится у нила то останется в живых и станет первой пик перма бан зоя давненько пора было это сделать пассивка на и w теперь на миньоны в которых лежит флажочек вот этот вот шарик что в нем будет саму не спел есть убивает ваш союзник и зоя находится рядом вам все но достается этот стак ура товарищи не прошло и сколько семь лет да сколько за уже существует я до сих пор не мог поймать почему райт этого не сделали раньше но наконец-то они это сделали теперь если вы убиваете миньона которые с этим стаком она все равно этот стак сможет получить и тихий час и ешка чуть-чуть была усилена на 10 единичек чтобы чуть больше урона было у слипа в общем-то это не так важно главное вот это изменение и суммарно это винретик и немножко подвысит у зайры кто не в курсе у зайры баг столетней давности висит еще когда ее выпустили а баг который подразумевал что во время каста ешки когда она кастует ее если ешка не попадает во врага и летит полное расстояние до самого конца то зайра двигаться не может я думаю те кто играли хоть раз за за веру они могли это ощутить они могли понять что это не из реаль который кидает кушку сразу двигается это какой-то чемпион который кит ну или там кстати моргана кидает кушку сразу двигается это чемпион который кидает ешку и почему-то стоит пол секунды и это правда ребят пол секунды она могла стоять а вот теперь вы сможете двигаться почти сразу 0,15 секунды рай это оставили минимальный показатель, это если вы Ешка попали прям вплотную в игрока, который находится у вас под носом. Теперь даже если вы попадете в него на самом писечке конце или вообще не попадете, а заклинание, ну, пролетит ваша Ешка мимо, вы все равно сразу же сможете двигаться, вы это сразу почувствуете, я думаю, винрейт увеличится где-то на полпроцента только из-за этого механического изменения. Правда, это будет касаться скорее среднего ЭЛА и выше, потому что там люди все же кастуют заклинание и двигаются, а не стоят на месте после каста и смотрят, как оно летит. Вечерний покровь, вечерний звон предмет, которого и райты сами убили, и теперь они решили его воскресить немножечко. Продолжительность действия эффекта покрова увеличили снова до 5 секунд напоминаю, что когда он вышел, у него было 5 секунд продолжительность и 12% дополнительного урона по цели, который вы обездвижили. И теперь они сделали 9% превратили в 10 и 5 секунд вот этого. Ну что ж посмотрим, как это нам аукнется в Лиге Легенд потому что те же самые Леона в начале с ним играла, Сиджуани с ним играла, саппортом даже Сиджуани Лесная с ним играла. Ну, в общем, все танки инициаторы с ЦЦ эффектами собирали себе этот предмет. Он был очень хорош. 12% увеличения урона своим союзникам. Теперь будет 10%. Уже приятно. Арам нас не особо интересует Криг Абсолютных Умений. А нас не особо интересуют поведенческие системы. Интересную тему Райты пишут. Теперь, если общий чат игрока отключен, то и на послеигровом экране у него чат будет отключен. Ууууу, вот это да! И включить и отключить чат можно прямо в настройках Лиги Легенд, а не в самой игре. Вот это да! Как в эти функции смогли добавить? Боюсь, что, правда, из этих функций Что-нибудь у них обязательно поломалось Ну и, в общем-то, все Все изменения Прогресс, это все не особо важно А, визуальное обновление у физа Я посмотрел, вы даже не заметите Там они просто каких-то пару пикселей Добавили у него Думаю, те, кто Не часто играет с физом, они даже не заметят Этих разниц, он, скорее всего, заметит тот, кто Играет постоянно на физе А те, кто нету, это забейте Ну и ошибки, которые были исправлены Их было очень много Но будем надеяться, что все, что они исправили Они действительно исправили А не так, что в Индерил будет скоро ролик записывать Правда, если он запишет ролик, я тоже запишу ролик Вот и все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить Я лично одобряю этот патч Мне он дико нравится И еще мне нравится, что они, наконец-то, вроде как работают Потому что сказать за первую неделю Что мы будем менять Ну, за неделю, извините, до выхода патча сказать, что мы будем менять И ничего после этого не отменять Ну, то есть, это либо вы абсолютно уверены в том Что все получится Либо вы не тестировали ни хрена Ну, и, как оказывалось, чаще, что они не тестировали ни хрена В этом патче прям видно, как они половину изменений вообще даже не добавили Из того, что я делал вот в предыдущем видео Вам рассказ Ну что ж, давайте Всем пока, всем счастливо Увидимся в следующем видео Пишите комментарии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok